Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре мы будем делать вот этот мотор для ворот откатных. Делаем умным его для управления с любой точки мира. Можно будет открывать-закрывать, также смотреть статус и автоматизировать какие-то действия. В этом нам поможет датчик вот такой реле Туя с возможностью подключения кнопки открытия и до самого непосредственного же датчика открытия. Также он подойдет для автоматизации ворот распашного типа с мотором и ворот ролетного типа в вашем гараже. Поставляется в такой коробке, сверху наклейка с указанием модели характеристик и справа наклеечка нашего продавца. Внутри находится инструкция на английском языке, где в принципе схематически все понятно, как подключать. Далее находятся крепежные элементы, тут не забыли положить и держатель кобелей, который можно прибить и даже на двухсторонний скотч закрепить, и дюбельки, винтики, саморезы. В общем, не поскупились. И даже на двухсторонний скотч можно куда-то прикрепить этот датчик, чтобы он у вас не отпадал. То есть комплектация достаточно, я бы так сказал, богатая. То есть продавец не пожлобился и в принципе можно сразу же изначально все это закрепить, собрать без покупки дополнительных крепежных элементов. И датчик открытия. То есть он у нас будет понимать, что ворота открыты и посылать соответственно сигнал ворота открыты или закрыты. Соответственно, мы можем точно также делать автоматизацию, допустим, закрыть ворота через 5 минут, если вдруг вы их забыли закрыть. Датчики у нас на двухстороннем тремовском скотче. Длина кабеля 5 метров. Он по сути является собой логическое открыто-закрыто, насколько я понимаю. Здесь находится гирком, здесь находится магнит. Датчик достаточно небольшой, за размер его 45х45, толщина 18 мм. К первой клеммной колодке подключаем напряжение 110-220 вольт, фаза 0, сюда подключаем S1, S2. Это у нас датчик открытия нашей гирконы в любой последовательности, потому что по сути это открыто-закрыто. S3, S4 это уже у нас идет непосредственно на управление мотором и сюда же мы подключаем при необходимости кнопку открытия ворот. То есть где-то ее прячем и можем открывать ворота просто с кнопочки. Ну, соответственно, это реле нам нужно для того, чтобы открывать наши ворота из любой точки мира, где есть интернет. Можем это делать, находясь даже где-то на отдыхе, если к вам приехали гости и вам надо просто банально открыть дверь ворота и потом действительно мы можем смотреть благодаря этому датчику, можем смотреть за состоянием. Открылась, подождали там 5 минут и начинаем закрывать. Закрылась, провели состояние, что закрыто. Реле бывает как ZigBee, так и Wi-Fi. Вот так выглядит реле в разобранном стене. Кнопочка, светодиод, реле фахиар, 5 вольт, 16 ампер, управляющая. То есть 5 вольт, 16 ампер, 250 вольт. CB25 довольно популярный. Общая схема подключения будет выглядеть вот так. Подаем питание, фаза 0. Подключаем датчик открытия-закрытия с геркончиком и два провода подключаем к нашему мотору. По сути можно управлять даже прямо с реле. Это у нас сухой контакт. Что такое сухой контакт, посмотрите в моих видео. То есть по сути сюда не приходит никакое напряжение, просто замыкается, размыкается. Все, что происходит. Но включается оно, как мы слышим, секунд на 5. Я думаю, что это задается в настройках. Подключение к Toysmart. Переводим наш реле в режим сопряжения, для этого удерживаем кнопочку в течение 5 секунд, пока светодиод индикации не начнет быстро моргать. В Toysmart я вообще ничего не делал, сразу же у меня Wi-Fi Door-Op. Добавляем, вводим информацию о вашей Wi-Fi сети, ее название и пароль. Происходит процесс добавления нашего устройства в умный дом Toysmart или Smart Life. В главном меню мы можем сразу же открыть или закрыть наши ворота. Имитируем открытие ворот. Сейчас вы видите пиктограммку у нас закрытого, ролетного типа ворота. Открываем. Сразу же у нас открыто и пришло уведомление автоматически, что ворота открыты. То есть вы даже находясь где-то за границей, не дома, всегда поймете, что ворота у вас открылись. Если раздела не вы, тогда тут уже второй вопрос. Закрываем. Все, пришло уведомление, что ворота закрыты и пиктограммка поменяла. Соответственно с кнопки открываем. Пошло открытие, но оно видимо занимает какое-то время. Посмотрим, вот все уже открыто и закрываем. Пошло закрытие, оно тоже будет занимать какое-то время и пиктограммка изменит свой вид. История открытия и закрытия ворот, что тоже бывает иногда полезно. Можно установить различные таймеры, то есть чтобы у вас утром ворота были открыты, не знаю зачем, а вечером они автоматически закрывались. Ну это все можно сделать. Какое время? Один раз. Заметка, уведомление, экшн открыто или закрыто. То есть создаем два экшена, один на открытие, один до закрытия. Клоундаун. Вот это кстати более интересная штуковина. Допустим через один час ворота будут открыты или наоборот через один час они будут закрыты. То есть все в зависимости изменяется состояние от предыдущего. В настройках тут уже интереснее. Открытие, уведомление об открытии. Алан с тревогой, если открыто дольше какого-то определенного времени. Закрытие. И таймаут Алан 10 минут. В принципе, этого считаю более чем с головой, даже можно изменить на 5 минут. Потому что если случайно открыли с брелка, я напоминаю, что функционал брелка, он остается. Вы можете как работать с брелка, так и с телефона, так и с помощью кнопки. В общем все остается. Это мы просто добавляем необходимых возможностей мотору. Голосовой контроль. Можем говорить с гугласитом, но надо не установить пароль. И сколько у нас минимально 10 секунд. Но мне кажется, что здесь не 10 секунд, а секунд 5. Ну минимальное время 10 секунд. Пусть так и будет. Больше никаких настроек нет. Но можем. Единственное, что обновления нет. Информация об устройстве. Есть две версии устройства с Wi-Fi и на ZigBee протоколе. Я откровенно больше предпочитаю ZigBee, но тут чего-то я, как говорится, проморгал и купил Wi-Fi версию. Ну что ж, будет Wi-Fi. ZigBee конечно был бы лучше в плане умного дома для меня, но в плане для тех, кто просто хочет использовать это устройство. Вам не надо будет покупать никаких дополнительных приблуд. Все, Wi-Fi. Подключили к Wi-Fi и оно будет работать с вашим роутером напрямую. Если версия ZigBee, не забываем, что нужен дополнительный шлюз ZigBee. Ссылку вы найдете в описании под видео. И там же будет две версии Wi-Fi и ZigBee. Пошли монтировать. Вот мой привод. Перед тем, как прийти к подключению, обязательно скачайте инструкцию к вашему мотору приводу и найдите схему для подключения. Это очень важно, чтобы ничего не испортить. Моя схема выглядит таким вот образом. У меня уже была установлена реле, поэтому я уже просто банально знаю, куда подключать это между контактами PP и ground. Питание берем с питания нашего мотора 220 вольт. Обязательно обесточить привод в целях безопасности и не допущения поражения электрическим током. В моем случае замыкание контактов PP и ground производит тому, что ворота начинают открываться. Повторное замыкание – остановка. Следующее замыкание – это закрытие. Если остановка произойдет автоматически, то есть мотор выключится, повторное замыкание – это как раз и есть закрытие ворот. Питание я взял прямо с привода подключения, там есть колонная колодка. И второй кабель – это, по сути, у нас сухой контакт, ground и PP. Протестируем. Все, команда мотора дана. Мотор пошел работать. У нас идет анимация закрытия. Осталось дело за малым – это подключить датчик открытия. Куда и где – это вы уже сами по месту разберетесь. Мне будет удобно, наверное, в конце вот здесь вот подключить, чтобы не тянуть кабель через весь забор. Ребята, я выяснил, что геркон срабатывает на достаточно большом расстоянии друг от дружки. Вот здесь примерно на глаз около трех сантиметров. И я прикрепил не подвижную часть к самому мотору, ответную подвижную часть магнитную, на двухсторонний скотч, на саму рейку. И не стал никуда тянуть этот пятиметровый кабель, даже не заморачивая. И оно срабатывает. Реле сажаю на двухсторонний скотч и на вот эту площадочку. Запускаю тестовый режим. Сразу же уведомление, что дверь открыта. И рекомендую засечь это время, сколько у вас открывается ваши ворота. От полного открытия, вернее, от полного закрытых до полностью открытых. Я почему покажу дальше. Вот, видите, анимация все еще происходит. Хопц, и уже открыт. Немножко дольше, чем надо аниматься. Закрываем. Прошла процедура закрытия. Как видите, она практически уже совпадает с временем на открытие и закрытие. моих ворот. Сейчас сработает, когда закроется, сработает наш концевичок. Хопц, и пришло уведомление, что ворота закрыты. А все почему? Потому что run times, надо выставить значение в секундах, то, сколько у вас закрывается, открывается дверь. Тогда все будет точно и совпадать с анимацией, и не будет никаких лишних уведомлений, что у вас ворота не закрылись. Отправлять мы можем все равно с пульта, который шел в комплекте к нашим воротам. И мы получаем уведомление о том, что ворота наши открылись. Даже изменился значок в виджетах устройства. А можем остановить. Когда ворота откроются, мы получим уведомление, что ворота наши открыты в виджетах. То же самое мы можем закрыть его с пульта, и статус изменится. В этом плюс в том, что мы можем строить автоматизацию по датчику открытия-закрытия. Эту автоматизацию я бы строил здесь со светом. То есть, когда открывается, сразу включается свет. 5 минут после закрытия свет выключается. Сейчас в режиме реального времени вы все это можете посмотреть. Сейчас произойдет. Оп, закрылось. Все. Close reminder. Wi-Fi door opens. Close it. Все. Наш статус устройства перешел в закрытое. То же самое мы можем открыть от здесь, а остановить, допустим, с брелка. Опц. В смысле автоматизации, я думаю, самой оптимальной автоматизацией, наверное, будет все же включение освещения. Но если это у вас гараж, возможно, включение вытяжки, что когда машина заезжала, выхлопные газы сразу же, грубо говоря, вышли из гаража. Ну, тут уже под настроение. Я буду делать с освещением. Во-первых, мы скажем, что при изменении статуса устройства мы выбираем ворота. И здесь есть 4 варианта автоматизации. Action, open, close. Ну, это action, когда мы сами будем говорить открываются, закрываются. То есть, это можно еще поставить какое-то реле, чтобы горела желтая лампа, допустим. Счетчик обратного отсчета, не знаю, зачем он здесь нужен, но пусть будет. Статус сенсор, stay open или close. Это нам нужно. И статус alarm, если вот мы видим timeout alarm, timeout закрытие или нету. Ну, то есть, на timeout alarm можно поставить включение освещения где-нибудь в комнате, чтобы вы знали, что у вас ворота не закрыты, либо же включение какой-то сирены, если оно у вас есть. Но нас интересует sensor state. Мы будем говорить, когда sensor state open, нет, полный день мы изменяем, нам полный день не надо, мы говорим ночью, каждый день выполнено, срок действия ночью, тогда плюс запустить устройство, говорим наше реле, которое находится у меня на освещении, мощность, ну, тут хана тупое, ну, включить. Вот, включаем, далее, и в следующий момент добавляем, отложить действие на 5 минут, мне хватит, больше мне не надо. Добавляем следующее действие, выключить, запустить устройство, реле, которое управляет светом, мощность, выключить, сохранить, далее. Вот такое вот приобретает наша автоматизация, вот такой вот вид. Сохраняем. Начнем ее использование. Вот так она выглядит, что раз, два, время, и тут что-то уже не хватило ярлычка. То есть теперь, по сути, неважно, вы открываете ворота с телефона, с автоматизацией какой-то, или даже с брелка, свет или реле все равно включится. Давайте посмотрим, как это вжилует. Со стороны это выглядит вот так. Так, открываем наши ворота. Все, свет сразу же включился. Чем это удобно? Тем, что сразу же, когда вы будете заезжать во двор, у вас уже сразу же будет светло, или в гараж, там, неважно. Уже будет светло, вы будете банально видеть, куда вы заезжаете, что происходит, и через 5 минут, после того, как они открылись, свет выключится. Можно поставить автоматизацию после того, как будет закрыто через 5 минут. Но это плюс время на заезд, плюс время на то, пока закроются ворота. Мне 5 минут, в принципе, с головой хватает. В Home Assist, так как это у нас Wi-Fi версия, то мы переходим в настройки, интеграции. Обновляем устройство в интеграции от Tuya, и смотрим, какие устройства нам доступны. Как мы видим, у нас доступны ворота, как я их назвал, так они доступны. Ну, на самом деле, у нас здесь почему-то Unsupported, хотя здесь, на самом деле, мы можем добавить на панель управление, открыть и закрыть. И здесь у нас идет журнал событий. Закрыто, недоступно, закрыто. Добавляем, пробуем на панель. Добавляем на панель. Стрелочками можем управлять. Опа, ворота открылись. А вот закрыть ворота с Home Assist у меня пока не получается. Он не видит то, что они открыты. Он пытается их открыть, они сейчас открыты, а кнопки закрыть нет. При этом статус в приложении у нас открыто. Так что, к сожалению, действительно, Wi-Fi Door Opener Unsupported. Возможно, у меня просто какая-то, ну, не совсем новая версия Home Assist. Но пока Wi-Fi версия через Home Assist работает не совсем корректно. Я не знаю, как будет работать Zigbee версия. Возможно, там через какой-то внешний конвертер можно будет что-то написать. К Zigbee у меня, к сожалению, нету, поэтому не подскажу. Но Wi-Fi версия через Home Assist, ну, открыть да, а вот никаких датчиков и большего мы ничего не получаем. То есть, управление присутствует, но только на открытие, закрытие он не видит. В покупке однозначно рекомендую всем владельцам моторов на открытие ворот. Неважно, распашные, откатные, ролетные. Очень, не знаю, одна из самых полезных вещиц, которая мне когда бы пригодилась. То есть, я могу открывать двери, открывать ворота удаленно, даже еще не подъезжая к дому. Я могу нажать на виджет и буквально я уже подъехал, а ворота уже открыты. Когда этот пульт еще вообще не дотягивает. И, в принципе, его можно вообще выкинуть. Вы всегда ходите с мобильным телефоном, забыли ключи от калитки, открыли с помощью мобильного телефона. Так что, друзья, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Мне это важно. Внизу под видео все ссылки на продукты. Также внизу вы найдете ссылку на телеграм-канал, где вы найдете не только новинки умного дома. Гаджеты распродажи, а также общение, вопросы, ответы на вопросы. Всем всего хорошего. Пока-пока.